Многие спрашивают, стоит ли искать психотерапевтической помощи после перенесенного ковида. Что касается меня, то мне кажется, меня как профессионального психотерапевта, то общение с психотерапевтом любому человеку может принести как минимум удовольствие. Потому что психотерапия это такая очень специфическая медицинская деятельность, профессиональная, которая в принципе побуждает человека постоянно развиваться. То есть психотерапевт не может по определению использовать какой-то ограниченный набор средств, тем более мировоззренческих позиций для того, чтобы работать с разными людьми. И поэтому общение с психотерапевтом обычно для любого человека может принести с собой нечто новое, некое расширение кругозора. Но кроме того, психотерапия как метод, он построен на том, что психотерапевт является неким проводником или посредником знакомства человека с самим собой. Скорее, перенесенные болезни, какие-то стрессовые события или сложные ситуации, кризисы жизненные, побуждают человека в конечном итоге обратиться к психотерапевту. Поскольку в таких ситуациях человек рано или поздно натыкается, в известном мире, на потолок своих идей, как можно обойтись той или иной ситуацией, куда дальше в жизни двигаться, какие цели перед собой ставят. И поскольку человек существовал социально, ему нужно найти этот ответ обязательно в диалоге с кем-то другим. Психотерапевт, как профессионал своего дела, обычно, собственно говоря, и умеет это делать, умеет создать для человека такой контакт с самим собой, чтобы человек мог выйти на новый горизонт или на новый уровень собственного личностного функционирования. В этом смысле общение психотерапевту показано с ковидом или без любому человеку, который хочет развиваться как личность. Вот знаете, можно сказать, если позволить, я еще скажу два слова, что центральной мифологемой психотерапии, особенно психоаналитической психотерапии, является миф о Эдипе. Но, как правило, всегда это смещается в сторону системы конфликтов внутри родительской системы, внутри родительской семьи. Какое-то влечение к однополому родителю, конкуренция с другим. Но, на самом деле, это и Сафокл, как автор пьесы «Царь Эдип», античный и Фрейд, как человек, который эту мифологему ввел в психотерапию, имел в виду, может быть, что-то гораздо большее. Потому что одним из центральных моментов этой мифологемы является встреча Эдипа со Сфинксом. И Сфинкс задает ему вопрос, кто в детстве на четверых, кто утром на четверых, днем на двоих, а к вечеру на трех. И это, в принципе, вопрос о жизни человека, о том, что человек, живя, все время изменяется. И если ты не стремишься к развитию, не думаешь о своей жизни, ты априори как бы попадаешь в тар-тарары. То есть, в этот момент в пьесе он имеет вот такое очень широкое метафорическое значение. Люди, которые не могут ответить на этот вопрос, они как бы не в контакте с самим собой, как бы не очень размышляют над своей жизнью. Эдип же, отвечая на этот вопрос, дает, в принципе, в такой известной мере универсальный рецепт человеческого нормального бытия. Думайте над своей жизнью, думайте над тем, что жизнь изменяется постоянно вокруг вас, думайте над тем, что вы изменяетесь непрерывно. Ни один человек не может остаться тем, каким он был 10 лет назад. Если это происходит, это значит, что человек инкапсулировался и больше не является в контакте ни с самим собой, ни с этим миром. В известном мире, в известном мире он начал процесс смерти, да, потому что даже из биологической, из психологической смерти, это смерть, позиции смерти, это то же самое, это остановка или увядание созидательных процессов. В этом смысле психотерапия, как мне кажется, может способствовать здоровью каждого человека.